Всем привет подписчики, с вами как обычно Паша Клейс, да, и я на Vinewoods.rp. Вы все просили меня, пожалуйста, зайди на сервер Коллегу Кофе, посмотри, что тут, как, начни тут развиваться и прочее. И вот я сейчас здесь. Надеюсь, что я выполнил все ваши желания, так сказать. Для того, чтобы зайти тоже со мной сюда, чтобы играть со мной, вам нужна лицензионная GTA 5. Это может быть Steam-овская версия или там Rockstar Games-версия, не особо важно. Дальше вам нужно скачать Rage MP, найти Vinewoods, собственно, в поиске серверов или там IP-шник ставить, как вам удобнее. И, соответственно, зайти сюда. Там все само, по идее, должно скачаться. Дальше вы регистрируетесь, создаете персонажа и заходите непосредственно в игру. У меня уже есть персонаж, и я появляюсь на свалке, потому что я, ну, типа, недавно совсем начал все это делать-делать. И вот сейчас буду делать-делать опять. Так, я появился, собственно, на свалочке, да? Нравится свалка. И тут сразу же есть мопед, что слава, ну, это самое, всему так называется. Короче говоря, я нажимаю на F2, и, собственно, что мы видим? Мы видим здесь промокод. Если вы начинаете здесь только-только играть, то вам понадобятся деньги в самом начале. Вот. Они очень здесь сложно зарабатываются, но, тем не менее, заработать вполне реально и можно. Но гораздо легче будет вам, если у вас будет начальное денежка. Дело в том, что начальной профессии мало приносят, там, по 10 долларов, по 30 долларов некоторые и все такое. Но первые три часа, когда вы будете апать первый уровень с нулевого до первого, нужно хоть где-то работать. Я вам сейчас эти работы покажу. Но помимо них вы также можете использовать мой промокод Clans, который на третьем уровне вам даст 7500 долларов. Почему бы и нет? Да, долговато, но, ребята, это того стоит. Просто believe me, что называется. Итак, что я сейчас делаю? Я сейчас поеду в сторону Paleta Bay, потому что именно там все начальные работы имеются. Вот. И, в принципе, вы плюс-минус там и появляетесь. Автосалон. Я пока что туда не пойду, потому что, ну, камон, мне еще рановато. У меня 8000 долларов. Мы вообще о чем? А вы здесь начинаете. У вас, по-моему, полторы тысячи долларов, если я не ошибаюсь, в самом начале. И их нужно хоть как-то, хоть где-то заработать. Вот. Если что, то IP-шник, прочие такие вот моменты будут в описании. Так что, заходите, почему бы и нет? Здесь я буду прямо рп-шить. Вот это вот прямо такой, казалось бы, вроде бы лайт ролеплей, да? Но здесь есть умение, прочее такое. То есть, строитель. Там, я не знаю, вообще очень много профессий и очень много веток работ. А вот вам лайфхак. Нажимаем на control и едем немного быстрее. А? Нормально, да? А? Без control это вот так вот. То есть, там что-то 115-110 км в час. С control это 110-115 км в горку. Нормально, да? Да, к слову, у меня перс хочет пить. Я только сейчас на это обратил внимание. Но более-менее своевременно, что называется. Сейчас я, короче, зайду, куплю себе попить, там, поесть. Я вам рекомендую сразу же закупиться в каком-нибудь магазе заранее. Школа Атом какой-то. У, яма, тут шампустики есть, пивасики и прочее. Но это мне ничего не надо. Здорово, мужик. Во! Покупаем, короче, пончики. Я обычно беру, там, по пять штук сразу. Да, 400 долларов. Ну, типа, можете два в самом начале купить. Они вам понадобятся. Вот просто, что называется, поверьте мне. И колы тоже, там, я закуплю на 210 долларов. Этого будет более чем достаточно для моих каких-то целей. Я хочу и кушать, и пить, и вообще все остальное, чем я сейчас и займусь. Так, сейчас я поем сначала, съесть. И инвентарь на кнопочку И вызывается, да? Так, выпиваю. Ой-ой-ой, я очень сильно хочу пить, судя по всему. Хорошо, что я закупился нормально. Вы уже видите, что у меня четвертый уровень. Я просто играю здесь не первый день, да? И, соответственно, у меня уже есть какой-то уровень. Но, что бы я делал, если бы у меня все еще был первый левел? Вы сейчас это все дело увидите, конечно же. Боже, как это долго вообще ехать на мотороллере до Палета Бэй со свалки. Это просто, ну реально, это очень долго. Ну, долго-недолго, зато виды ГТАшные все еще такие же. Ну, смотрите, ля, ля, нормально. Так, Роберт, здравствуйте. Я бы хотел эту самоработку. Спасибо большое, Роберт, до свидания. А стоп, нет, не до свидания. Для начала нужно переодеться. Подходим и на Е нажимаем. Я вам рекомендую использовать или же мопед, или же тачку. На самом деле, и то, и другое здесь будет канать. Сейчас я вам покажу, как именно это будет работать. Ну-ка, кстати. О, да, 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 смотрите. То есть, анимация таким образом собивается, и это лайфхак. Но дальше, по заданию, вам нужно взять велосипед. Смотрите, садимся в велосипед, слезаем с него и обратно садимся на мопед. Вот и все. Ну, это не совсем как бы баг какой-то, или же еще что-то. Скорее, фича какая-то, да? Ну, а что если у вас уже есть тачка, да? Какой смысл корячиться, что там, фигнёй какую-то заниматься и прочее? Вот и первый заказ. Доставляем письмо таким вот образом в стенку прямо. 25 долларов – это неплохо для почтальона. То есть, в последний раз я заходил, было сначала 36, но это было ночью. Это вот прямо внимание. То есть, иногда ночью или там в определенное время x1.5 опыт и x1.5 денежка вам капает зарплаты. Это, я считаю, довольно-таки неплохо. Да, по 24 доллара с каждого этого. Блин, вот я очень хочу себе машинку первую. Ребят, пожалуйста, используйте мой промокод. Я не хочу на мопеде ездить, я уже заколебался. Ага, здесь вот так вот. Здесь нужно прямо доставлять. Ну, поехали. Бля, тут сколько гражданинов. Вот и люди, здравствуйте, здравствуйте. Я вас не отвлекаю, можно поинтересовать себя? Чё? О, капец, привет. Я не хочу сейчас, короче. Можем с тобой отойти, пожалуйста? Давай. Можем отойти? Давай. Слушай, да не, я это самое, я тут показываю уработки и прочее. Слушай, вот чисто на начальных уровнях, что порекомендуешь? Клэнс, привет. Ты понимаешь? Я так хотел еще кофе увидеть и... Клэнс, привет. Здорово. Чуваки, отъедьте, пожалуйста. Это будет видео. Ну, ладно, хотя... Каждый день. Спасибо. Можно передать привет? Давай. А я меня привет, все. Передаю всем подписчикам Клэнсу. Всем здорово. Не оставайтесь у него и подписывайтесь самим. Да, спасибо большое, спасибо. Вы вообще пожарник отличный. Работа за один, этот твой, дается 40 баксов, типа. 40 баксов? Нормально, слушай, нормально. Погоди, сейчас я тебе обмен приду. Да, давай. Обмен? О, здесь обмен. А что я ему могу дать? У меня тут черная куртка, черное трико. Кредитная карта моя есть. А что мне сейчас отдастся, интересно? О, модная парка. Прикольно. Так, как мне это сделать? Как принять? Ну, мы все подтвердим. Ага. Так, и что это? Ну-ка, сейчас, сейчас я оденусь. Погоди. Так, модная парка у меня теперь есть. Блок надеть. Оля, какая ни хераси. Это что, это Луи Витон какой-то там? Да. Да, еще свидимся, увидимся здесь. Я тут надолго, надеюсь. Капец. Да вот он, иди сюда. Вау, круто. Вау, блин. А, это, да, это чел. Волик, который вы... Капец, все. Капец. Здорово, здорово. Давайте, пацаны. Бл***. Я бы сейчас хотел попробовать поработать этим самым пожарником. Это вот здесь, как я понимаю. Братанчик, ну, ты мне мешаешь это самое с ним. Ладно, я тебе не буду, ладно. Давай, удачка. Давай. Спасибо за понимание, бро. Блин, крутой подписчик, он... Да, сейчас я бы дал денег, но если ты не хочешь, то ну ладно. Да не, не, спасибо, я попробую сам там, как-нибудь. Окей. Спасибо. Если хочешь, приходи к нам в франду. Я подумаю, спасибо, да. Так, ладно, вот здесь есть спасатель и пожарный институт. 40 долларов? Нифига себе. Я не знаю, с какого уровня вот этого дела дается, но спасатель вроде бы с самого начала, если я не ошибаюсь. Да, подтвердить оплату, окей. Сейчас мы, я посмотрю, что там, что это вообще такое и с чем это едят. Блин, мне дали крутую парку, я теперь очень крутой, реально. Так, ну, так сказать, а я что? О, почему я голенький? Я какой-то другой спасатель. Какой-то это самое. Там, на воде, короче, вот это вот спасать. Так, и сейчас что? Так, я типа взял этот. Где на машине сейчас буду? А, ну, понятно, короче. Ну, в любом случае, вот эта вот профессия, которую я вам сейчас, да, показываю. Данная работа вам будет доступна тогда, когда вы создадите на права. То есть, это все довольно быстро делается, так что можете особо не поднять. Можно стекла поднять, я просто серьезно. Ну, я понял, да. Ну, скорее всего, исчезнут они просто, и все. Так, ладно, вот он. Я лайфгард теперь, все дела. Ну, сейчас съездим, посмотрим, сколько денег мне за это дадут. Вот это вот. У Челико уже парка, у него уже своя тачка здесь есть. То есть, как вы понимаете, здесь вполне реально заработать. Самое главное, ну, типа, вовремя как-то спохватиться, что-то типа того. Смотрите, у меня усы на этом. На груди какие крутые. Так, нужно один из пяти ее осмотреть. Мне что-то за это было давать или нет, интересно? Очень интересно. 13,5 бачей, ну, такое типа себе на самом деле. Гораздо интереснее за почтальона, типа, снять машину и вперед что-то. О, там Челико, это самое, с ума сходить. 70-й, кто-то. Нормально, он поехал. Ну, ладно, что, сейчас потихонечку разберемся, что-то к чему, да? Ну, да, 12 долларов. Блин, нет, нужно уволиться, короче, отсюда. Но, тем не менее... Сука, что, блядь, там происходит? Ну-ка, сейчас я ему это... Здравствуйте, молодые люди. Молодые люди, а вы что, пьяные? Ну, а за ними, блядь. Вот, люди, а вы что, пьяные, что ли, ездите тут или что? Нет, что, медвежонок, я понимаю, что ты медвежонок, ну... Да, бывает. Можете выйти из транспорта, пожалуйста, Сар. Так я на работе. Выйти из транспорта, пожалуйста, Сар. Сар, в случае мне пьяные? Действительно. Я на работе, какая пьянка, я сейчас медосмотр прошел, вам, все дела. Ой, да, да, рассказывайте. Могу увидеть ваши документы, пожалуйста. Конечно, сейчас, секундочку. Как мне там документы туда, вот, показать паспорт. Там он за спину, так, взял паспорт и после чего открыл. А, Павел Клейнс, ага, понимаю. Так, как получается. Что мне с вами делать? Вот, я тут понимаю, людей спасаете, да? Ну да, это самое. Ага, понимаю. Вот это вот Дарвина, короче, нарушают, да? Да, это помощь нужна, да, да, тут вообще просто, как сказать. Люди такие неадекватные некоторые есть. Да, гоняемся за ними. Бывает такое, ну. Да не, на самом деле, я тут работаю, что-то мало денег, правда, дают. Может, вы мне порекомендуете, где мне работать? Вот я нулевый вообще, работяга такой вот. Даже не знаю, честно. Даже не знаю, смотрите, получается. Если вы недавно только в штат приехали, получается. А для меня это была самая прибыльная работа, это на туристическом автобусе ездить. Ага, понял. Не знаю, как сейчас вот. А ты можешь смотреть, так сказать. Можете руку мне пожать, если увидимся еще. Понял. А могу чем-то. А что, а к вам в органы, если это самое, то когда можно? Если можно, конечно. Так, конечно, можно. Вот вам передал 1000 долларов, прав, так сказать, на пропитание. Это же недавно в штат переехали. Ну, пошли, чтобы... На наши органы, конечно, можно поступить. Это очень просто, просто. В госновости сообщат, что проходит собеседование в Лос-Ансо-близи-департамент. Вы сможете переехать и устроиться в наш департамент. Ну, я все, я вас, я вас услышал, так сказать. Ну, да, все, понял. Хорошо. Удачного дня, Сэр. Счастливо, товарищи. Кто мне спонит? Скотт Арсен. Кто это? Я, я, я не помню. Алло. Алло, броя. А это кто? Ну, я ряд добавил, друзья. А, здорово. Здорово. Если будешь создать банду, если что, позари, хорошо? Да я пока что еще не думал об этом. Ну, ладно, если что-то, я буду держаться в курсе, так сказать. Хорошо, давай. Блядь, что? Созвание. Давай, пока. Что за хуйня? Давай. Что, блядь, такое? Ой, блядь. Я так понимаю, для меня админ телепортировался. Ой, это пиздец. Ну, скорее всего, они их увидели никнеймом. У меня уже был подобный случай. Ну, ладно, фиг с ним. Так, мне бы сейчас уволить себя на самом деле, потому что, ну, эта работа не самая прибыльная. Вот Челик говорит, что он на туристическом автобусе, типа, еще здесь зарабатывает. Ну, Челик, что это? О, ну. Физкультура, это залог вашего здоровья, ребята. Я об этом не в курсе, но вы должны быть. В общем и целом, здесь очень много работ, и они есть на всех уровнях. Самые такие топовые, я вам сейчас покажу, где они есть. То есть, ну, самая прибыльная, я так понимаю, на данный момент, это вот эта работа. И затем, после нее, где я работал, это, по-моему, ферма вот здесь, если я не ошибаюсь. Там тоже достаточно хорошие деньги. То есть, все, что нужно делать, это поливать цветочки, еще что-то. И за каждый цветочек вы получаете норм так бабок. Вот. Все равно нужно чем-то заниматься первые, там, три часа, что вы, ну, находитесь как бы здесь. И, соответственно, уже через три часа. Отметь, работа спасатель. И, соответственно, уже через три часа вы получите первый уровень, и вы можете поехать в лицензионный центр, который находится вот здесь, буковка А такая. Вот. Вы едете сюда, вы получаете B категорию, и я вам рекомендую сразу же C категорию получить. После этого вы вполне можете поехать, по-моему, куда-то на карьер вот сюда. И там будет работа щебенки. Вот. Щебенка, там мусор, все такое. Там вообще бешеные бабки. 100 с лишним долларов за чекпоинт. Это очень прилично. Ну, хотя это было тогда. Сейчас я не знаю. Но, тем не менее, у меня уже 8 877 бачей. Это неплохо довольно-таки. И если вы будете использовать мой промокод, то со временем, соответственно, я заработаю побольше денег. Да и вы тоже, каждый из вас. И мы с вами что-нибудь здесь придумаем. Я вам просто гарантирую. Вот. На этом я закончу первую серию. С вами был Паша Клейс. Подписывайтесь, ставьте свои лайкосы. И в следующей серии я думаю, что я уже заработаю на домик себе. Работать я буду, скорее всего, на карьере. Вот здесь вот вы меня можете где-то увидеть. Вот в этом вот районе, да. Ну и вот, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр F9. Используйте мой промокод. И все остальное в описании также. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok